Ладно, немножечко поговорим о теме сегодняшней. Давайте немножко поговорим о теме, как строить лидеров отношения в коллективе. Первое, что бы я очень сильно хотел вам объяснить, очень сильно, это такая важная вещь. Это самоотождествление. Самоотождествление лидера. Вот очень глубоко попытайтесь разобраться в этой теме. Вот чем, допустим, мама отличается от не мамы. Вот, допустим, ребенок воспитывается с мамой. И ребенок воспитывается просто с другой женщиной, особенно, которая не рожала. Вот в чем отличие заключается? Мама любит сильнее. Но есть еще одно колоссальное отличие, которое вы должны знать. Это самоотождествление. Мама считает себя старшей по отношению к этому ребенку, и переубедить ее в этом невозможно. Даже когда ребенок вырастает, она все равно, у меня, вот моя мама постоянно ходит слушать на лекции, она постоянно за мной следит. Где я нахожусь, что я делаю. Мне пишут, пишут смски там, что мне делать, что не делать. Постоянно сообщение все. Хотя, как бы, я уже взрослый человек, мне уже почти 60 лет. Мама меня в 17 родила. Мне 58, мама 65. Вот. Молодая мама. Молодая мама, да. И она постоянно за мной следит. Потому что я все равно для нее ребенок. Я разок маме перехожу на работу. Мне было 24, ей было 37. А я, ну, как бы, евреи, они быстро такие вырастают. Мужчина позревает. Я выглядел такой 24 очень серьезным, таким солидным. И я пришел на работу к маме за продуктами. И сотрудницы такие, девушки, говорят, познакомь нас со своим братом. Маме говорят, познакомь с братом. Мама говорит, это мой сын. И они такие, опа, ноги. То есть, мама есть мама. То есть, она старше себя считает. Кем бы ты ни был, как бы ты себя не вел, она все равно себя считает старше. Теперь давайте представим себе такую картину. Человек ликер по природе 24 года. У него большой коллектив, тысячу человек. Как ему управлять? Там 30, 40, 50, 60 лет людей. Как ему управлять? Приложение? Через управляющих. Все это не поможет. Есть только одна вещь, которая поможет. Если человек поймет, это самореализация такая глубокая, что я старший для этих людей. Бог меня поставил, это он решает. Не я хочу быть старшим, а Бог решает, что я старший. Как вы думаете, сколько лет было Александру Македонскому, когда он управлял армией в целом? 17, 18, считаю. 17, 18, 20. Да, он, по-моему, погиб что-то там 24 или 25 лет. Понимаете, это был юный человек, но он был старшим для всех. Он был лидером. И он считал себя отцом для всех. Иначе как бы он управлялся в армии? Как бы ему подчинялись там опытные полководцы? Невозможно. То есть человек должен понять, сам понять, что он старший. Женщина 25 лет, да, устанавливает себя как мать. Вот именно старший означает мать, отец. Есть только две концепции старшего. Есть три концепции старшего. Первая концепция мать, вторая концепция отец, третья концепция наставник. Все, три концепции старшества. Больше нет. Наставником ты не будешь там на работе, это они решают. Люди сами решают, наставник ты или нет. Вот человек может сам решить, кто у него мать или отец. Нет. Это решается свыше. А вот наставник человек сам решает. Вот у меня человек этот наставник. А мать и отец тебе Бог дает просто. Ты не можешь решать. И когда человек приходит на работу к вам, устраивается. Если вы лидер, значит у вас люди будут в подчинении. Если вы пришли, встали где-то лидером, и коллектив новый вам достался. Это самое сложное. Но если вы берете на работу людей, сами создаете коллектив, то здесь очень четко надо понять. Если у вас концепция матери и отца в сердце не развилась, что вы старший, то никакого управления не будет. Бог вам в подчинении дал людей. Это Бог все сделал. Это не то, что я не старший, я не могу быть старшим. Это Бог решает, кто старший, кто владший. Как вы думаете, сколько лет мне было, когда меня начали называть Олега Геннадьевича? Вот так, ради прикола. 24 года, она знает, да? 24 года я начал читать лидеры, меня начали вызывать Олега Геннадьевича. 24 года. Я стал старшим. Хотел по 60, по 70 человек на лидеры. Вот. То есть, тем людям, некоторым ребятам 24 года, они даже, как бы, идеи у них нет, что так может быть вообще. Но бывает и директор завода человек 20 лет. Бывает и правитель, вот Александр Геннадьевич Донский, и бывает правитель целой огромной империи 20 лет. Это было просто, что не зависит. Но вот это очень важный момент. Вот, допустим, давайте просто посмотрим вообще на жизнь чуть-чуть. Вот я вам карт-лигерам сейчас скреты несколько открываю. Вот у женщины есть тригвка внутренних позиций. Есть позиция дочки, позиция любимой и позиция матери. Вот как вы думаете, 90% женщин в какой позиции находятся? В позиции любимой они находятся. 90% женщин. Они могут быть лидером этой женщины? Нет. Для того, чтобы лидером стать женщина, в какую позицию должна выйти? В позиции матери. В древней культуре, знаете, когда женщина входит в позицию матери, считается? Когда она выходит замуж. Вот она вышла замуж, она в позиции матери, она может быть лидером в обществе, даже царицей. Потому что в этот момент она уже никому глазки не строит, кроме своего мужа. Она для всех строго смотрит на всех и серьезно. Понятно? Вот это и то, что надо для женщин усвоить. А мужчины в основном в какой позиции находятся? Тоже у мужчин то же самое. Сын, любимый и отец. Говорю, сын. А? Говорю, сын или нет? Нет. Любимый тоже, да. Все мужчины постоянно находятся во пленке. Эта позиция любимого не может человека сделать старшим. Старший это тот, который находится в позиции отца или матери. Запомните, отец или мать никогда не фиртует. Это те люди, которые выше этих отношений. Вот поэтому всегда характер нордические стойки порочных связей не имеет. Всегда надо, что лидер это кто такой? Это тот, кто имеет репутацию. И вот это очень важно понять, что главное качество лидера это хранить репутацию. Потому что это единственная сила, которая заставляет людей подчиняться. Ничем ты людей не подчинишь. Ни страхом, ни деньгами. Подчиняй только репутации. И есть репутация отца или заботливого человека, или самой лучшей матери. Это самая лучшая репутация. Если будет репутация начальника, это значит злой дядя. Эта репутация долгая, если не будет работать. С помощью страха, мотивация страхом существует. Люди из страха могут хорошо работать, но недолго. Они устают от этой мотивации, утомляют людей. Проводили эксперименты, во время Великой Отечественной войны проводили эксперименты. Обучали летчиков, ну как бы, с помощью страха, там, током даже дергало, если они не туда куда-то. Ну как бы, они очень быстро обучались с помощью страха. Но потом эта мотивация их убила, потому что они очень сильно переутомлялись, когда они летали на самолет, на боевую. Вторая мотивация, это мотивация знания, доброта, любовь. Другая мотивация, желание, вдохновение. Мотивация, вдохновение. Учились летчики медленнее гораздо, результаты потрясающие. Ну то есть человек долго не устает, он летает, он сражается, там проблем нет. Когда начальник очень строго себя ведет, первое время все нормально. Потом люди от этого устают, начинают психовать, злиться. И это все приводит к проблеме. Если же он вдохновляет людей, то тогда совсем другое дело. Но чтобы людей вдохновлять, для этого ты должен их считать своими родными. Вот как дети. Допустим, может ли у 20-летнего мальчика быть дети 50 лет? Это вопрос просто самопожествения. Если он считает себя старшим, не хочешь, допустим, я, мне 20 лет, не хочешь меня считать старшим? Допустим, пришел человек, говорит, ну что ты меня учишь? Ну ты же сынок, а я папа. Ну папа, иди работай к тому, кто для тебя будет папой. Иди к дедушке работай, да, если тебе нравится. Можно так ему и сказать. Вот, поэтому, как бы ты пришел ко мне работать, значит я для тебя отец. Все, не хочешь это понимать. Иногда люди мудрые, когда очень мудрые, уважаемые в возрасте, они все равно уважают старшего руководителя на работе. И таким людям надо с почтением относиться. Но кто такой отец? Он будет тоже сам уважать старшего. Если кто-то на работе, заслуженный человек, он будет очень уважительно относиться. То есть отец это не означает, что только меня уважают, я это как бы. Отец это вид уважения ко всех людям. Просто это называется, этот вид уважения называется забота. Вот допустим, ты смотришь на человека, есть два взгляда. Есть взгляд эксплуатации, есть взгляд заботы. Отец это тот, кто имеет взгляд заботы. А директор это тот, кто имеет взгляд эксплуатации. Вот и разница вся. Кому легче будет управлять, отцу или директору? Отцу, потому что для него компетент все, он заботится о своих подчиненных. И он выгоды не видит их эксплуатировать, мучить. Это его люди. Как Абдулла к этому, сука, его говорит. Ты зачем бы убивал моих людей? Ну то есть вот это отцовская позиция. Мои люди. Зачем убил моих людей? Понятно? Если это не выгоды, то ничего не получится дальше. И еще одну вещь хочу вам сказать. Выгоды выгоды, 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 выгоды позицию матери и отца. Вот это надо защищать и за это надо сражаться. Дальше руководитель должен всем эту позицию транслировать. И если на кого-то они не транслируются, это опасный потенциальный человек, который будет разрушать выгоды. Вот ты ходишь, всем здравствуйте. И допустим человек говорит, Василий Петрович, здравствуйте. А второй говорит, ну здравствуйте, Вася, здравствуй. У меня разрушена лекция. Человек такой встает. И говорит, Олег, я хочу вам задать вопрос. Я говорю, садитесь. В следующий раз мы с вами поговорим. Другой раз тоже лекцию читаю. Пришел в таких духовных агентствах, когда придет человек. Сел на первый ряд. Я читаю лекцию, он комментирует меня наше. Говорит, ну вот это вы неправильно. Говорит, это правильно. Я так, ну несколько раз дал возможность, смотрю в духовных одеждах, какой серьезный человек пришел. А потом ему говорю, может быть вы сюда сядете, сами почитаете лекцию. И он говорит, а почему вы и нет? И я такой встаю с кресла, там 500 человек сидит, они все такие. Нам, мы хотим, чтобы вы читали лекцию. Я тогда говорю, видите, они хотят, чтобы я читал. Он такой смотрит на меня. Ну читайте. Я говорю, вот знаете, есть только два варианта. Или вы сейчас будете сидеть слушать, или вам придется выйти из зала. И он вышел из зала. Потому что у него было два варианта слушать, и он не собирался. Он пришел рассказывать. На чужую лекцию. Вот. Это незрелая позиция. Он лидер, но незрелый. И таких людей очень много может быть. И вы должны их всегда и подслеживать. И с ними очень строго, подобранно расставаться. Потому что если кто-то вашу оппозицию отца или матери пытается разрушить, то этот человек не достоин работать в вашем коллективе. Он разрушает сами устои отношений правильных. И это с этим человеком надо просто спокойно и по-доброму расстаться. И не надо на что-то надеяться. Допустим, человек имеет высокую квалификацию. Он давно в коллективе работает. Он, допустим, вам сильно нужен. Без него работать невозможно. И вы думаете, оставлю я этого человека. Но он как бы все равно старший. Пусть со мной так разговаривает. Вы разрушите весь свой бизнес. По-настоящему мудрый старший. Это что за человек? Который тебя уважает как руководителя. А ты уважаешь его как старшего. И вот такие отношения между вами существуют. Но эти отношения должен он первый транслировать. Он тебя принимает как руководителя. Если он говорит, ну что, Вась, 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 будешь управлять, управляй. Пускай они тебе все подчиняются. Они все должны тебе подчиняться. А я типа, как был старшим, так и остался. Надо сказать, наверное, вас уволен. Понимаете? Потому что этот человек вам разрушит коллектив. То есть отношения с коллективом начинаются с вашего самоотождествления. Если вы сами не поняли, что вы старший, никто не поймёт. Вот девушка, почему всем нравится начинает? И почему иногда девушке никому не нравится? Хотите тайну вам открою? Да, конечно. Вот девушка, которая сама себе нравится, она в зеркало смотрит. Господи, какая красивая. Вот девушка, которая сама себе нравится, она будет нравиться всем. А если девушка сама себе не нравится, она в зеркало смотрит, и вот у меня нос, наверное, слишком. Или губы тонкие, надо их вот такими сделать. Вот. Или груди маленькие, надо вот такими сделать. Вот если она так воспринимает себя, значит, она хоть какими бы она себе губы не сделала, и груди, она все равно красивой не будет. Потому что красота, женская красота, это вид самоотождествления. Та женщина, которая считает себя красивой, будет выглядеть красивой. Та, которая не считает, не будет выглядеть красивой. То же самое у мужчины, красота мужская. Это не то, что она считает красивой, это другой вид мужской красоты, он тоже сейчас уже существует. Но некоторые от других страны. Мужская красота означает ответственность. Если мужчина выглядит ответственным, значит, он красивый. А если он не берет ответственность, значит, мальчик, значит, он не будет красивым. Итак, мы с вами, немножко с вами беседуем о отношениях к коллективе. И отношения к коллективе имеют несколько направлений, которые руководитель должен развивать. Первое направление, самоотождествление. Я его сказал, это самое главное. Второе направление, это список задач, которые человек должен выполнять. Не надо думать, что человек знает свои задачи. У каждого человека есть склонность забывать то, что хочется забыть. И наоборот, склонность сильно помнить то, что сильно надо. Это вы у людей не заберете. И поэтому перед человеком должна всегда быть табельное расписание его обязанностей. И вы сами должны их строго следовать. Если особенно с женщиной поступить так, что в ней не входит это в обязанности, а вы ей дали это задание, то полприцательного отношения немедленно и жестко очень. Потому что особенно женщины именно так на работу склеятся в другое отношение. Они будут четко по обязанностям, по расписанию делать и следить, чтобы их никто не тронул ничем остальном. Не заставил что-то делать. Продумайте очень обязанности так, чтобы все туда входило. Следите за этим, обучайте людей этому. Делайте собрание, обучайте людей, как относиться к этой бумажке, что это значит, что это. Каждую обязанность распишите, еще расскажите, потренируйте людей. Вот почему, допустим, в самолете стюардессы так классно себя любят? Они улыбаются постоянно, со всеми разговаривают. Что, они супергерои или сверхлюди какие-то, или все святые? Почему так происходит? Потому что они натренированы. Потому что для пилотов специально существуют серьезные занятия, тренинги, поведения. Они учатся себя вести, показывают, тренируют их. Если человек нетренируемый, его увольняют с этой дозы. Почему? Потому что там в воздухе сентиментов нет. Одно неправильное поведение стюардессы, и самолет пошел полом вниз. Потому что там все зависят друг от друга. Там ручку вернул, и все помнили за пять секунд. Остановитесь, я выйду. Да, да, какого цвета стоп-кран самолетик? Загадка. Сделайте то же самое. Первое, должностные выступницы по работе. И второе, занятия по взаимоотношению к линиям. Как улыбаться, как говорить. Надо ли на свой счет что-то воспринимать. Если человек просто улыбается, просто ведет себя хорошо, и если на него нападает, он просто не реагирует, а идет, ему куда-то это надо деть, он это отдает начальнику. Всем разрешено жаловаться. По-доброму говорить, как со мной себя ведут. Давайте обратную связь. Называется фидбэк. Давайте обратную связь. Все, нет проблем тогда. Если все тайно, скрыто, никто никому ничего не говорит, нельзя ничего доносить, как бы жаловаться, нельзя, люди не знают свои обязанности. Вот потом дальше, то есть вот эти две вещи сделали, их организовали по отношению к работе, организовали по отношению друг к другу. Им надо все постоянно поддерживать, для этого нужны собрания. Некоторые люди думают, что собираться, если они так все знают. Это надо поддерживать все это. Знание поддерживать, поддерживать, поддерживать постоянно. И как поддерживать? В дружественной атмосфере. Потом дальше, прославлять сотрудников. Мне надо бояться, что они загордятся собой. Человек хорошо работает, прославлять ему, да, подарочки. Прямо бюджет на подарочки должен быть у каждого руководителя. И он должен обязательно дарить подарки, клопать его. Вот смотрите, какая у нас хорошая. День рождения поздравляют, собирают всех. Ездить вместе на пикники. На пикники не надо приближаться к подчиненым. Не надо с ними там дружить. Надо быть организатором, заботиться о нем ходить. Они отдыхают и служат. Там вам что надо, вам что надо, что вам сделать. У вас это все хватает. И ты просто служишь, не отдыхаешь. Они будут очень сильно уважать. Ты приехал для того, чтобы им дать отдых. Они все отдыхают, ты служишь. Потом они работают, ты отдыхаешь. Один раз послужил за месяц, потом месяц можешь командовать. Вот так делают нормальные, настоящие руководители. Но он когда служит, он не унижается. Он просто от всех заходится. То же самое, когда человек заболел, пришел время послужить. И приехал домой, ему поговорить с ним, там, помог ему в это время. То есть первое, это самоотождествление. Второе, четкие должностные инструкции. Третье, взаимоотношение в коллективе от работал. Дальше, четвертое, начинается забота о людях. Не всяких должностных инструкций. Увидел человека, улыбнись, поздоровайся. Надо всех выучить по именам, как зовут. Даже если память плохая, имена. В своем коллективе должен всех знать. Можно фотографии брать людей, вот так делать себе такую, как бы, папку. Фотография, должность, имя. Открываешь, каждый день просматриваешь, через два месяца будешь все помнить. Тренироваться, учить просто эти имена. Это очень важно, говорит, Василий Петрович, то есть, ко всему попрощаться, да, если большой коллектив, поймите отчество. Знать, как зовут мужей, как минимум, мужей своих подчиненных. Муж пришел, здравствуйте, Иван Петрович, ваша супруга освободится через 15 минут. Он такой, ни фигусики, он знает, как меня зовут, сразу уважение, тут же. Потому что личностный подход, отношения. Знать, какие подарки дарить. Клиники подходят или нет? Нет, все. Дарить подарки подчиненным, это наука. Это подчинение. Только самые близкие люди могут знать, это уже надо их спрашивать. Вот, допустим, ты говоришь, а вот что нравится такому человеку? Не за пять минут до день рождения, а за один год. Ты поговорил, как бы, для себя отметил, галочку поставил, что покупать на следующий день рождения, когда еще восемь месяцев до день рождения осталось. И все забудут потом, благополучно, что об этом говорилось. А может быть, и вспомнят, и удивятся, что ты он запомнил на такое время, и сейчас в подарок купил то, что надо. Руководители – это личностный человек. Понимаете, вот меня, когда вот этот руководитель спросил, что делать, блин, я задолбался. У меня или я уезжаю зарплату, они звереют, или я увеличиваю зарплату, они нагреют. Я не знаю, что делать, я все уже, у меня все. Я говорю, надо не то делать, не другое делать. Надо вкладывать в личности, потому что есть два типа мотивации. Один – мотивация страхом, это зарплату уменьшать, увеличивать. Это все, люди звереют. И второй вид мотивации – это любовь, забота. Ты чуть-чуть заботы проявил, у людей уже меньше желания на это деньги тянуть. Намного. То есть ты себе жизнь конкретно облегчаешь. Ты начала личностно заботиться, денег в пять раз меньше тратится. Ты все равно на них тратишь деньги, но это так приятно людям. И намного меньше тратятся деньги, но они все в подарках постоянно, там, 13-е зарплата. Вот. Понимаете? А есть, как говорят, что тишу много подарков, да? Нет, нет, нет. У кого-то сложнее. Для дураков, да, мы же как песню послушаем. Если ты подарки дашь, он обнадлел, он подарил весь мир. Значит, он глупый человек просто, он не понимает. Оставляй разумно. Всегда, когда старший служит, когда он хвалит, когда он, это всегда он компрометирует своих подчинений. Компрометирует на развитие, потому что, если к подчинению неправильной формулы, как относиться, дальше можно его повоспитывать. Никто не мешает, ты имеешь право. А если он невоспитуемый, у него как бы прямая линия на голове, значит, тогда надо ему самый большой подарок подарить весь мир. Который только в этом мире существует, тогда и все нормально. Вот. Надо так увольнять. Можно просто, чтобы я решил дать тебе самый лучший подарок в мире. Тебе выяснили. По-доброму, надо по-доброму увольнять. Сказать человеку, что я пробовал, я мог все, что мог. Я вот, смотрите, первое предупреждение, второе, я с тобой беседую. И когда вы человека увольняете, самое лучшее, не считать внутри себя, что вы с ним расстались. Это самое лучшее. Потому что это, ну как бы, это последнее китайское предупреждение, увольнение. Ты же все человеку увольняешь, говорит, все, до свидания. И он ничего не может его. Но если он придет к тебе еще раз, ты уже знаешь, что если он придет, и все знают, что если он придет, через месяц, через два, ты его можешь взять. Все должны знать, что это. И тогда люди очень благодатны. Даже ты его уволил, как бы, ничего страшного. Это как человек умер и опять заново родился. Это чудо. Чудо, что тебя опять туда взяли назад. Вот ты для себя отвертого оставляй, открытый. Но человек пришел опять, он совсем тупой как бы. Ты ему говоришь, ну вот хорошо, мы вас возьмем на испытательный срок. Вот если за полгода вы косячить не будете, дальше посмотрим. И представляете, у человека такой шанс, он начинает работать, а за одного битого 7 битых дает. То есть, если он реально исправился и стал хорошим, то он всю жизнь мне уже запомнит, что вот так не надо, все равно умолит. Владимир Владимирович, а это если такое, то есть лифтное отношение и лояльность, да, быть таким людям. Давно я когда с человеком, который общаюсь, он работает, но он как правая рука, вот лица всего дувает. И я рисовала своего сына, и я потом говорю, как его зовут? Он говорит, да, да, я говорю, что за лари? Потом он говорит, как имя моего босса. То он так его любит, что он даже сына назвал именем босса. И это как бы... То есть, вот есть эти лидерские качества. Например, здесь, когда какие-то праздники, они всем сотрудникам, и машины, и номера, и много чего дарят. Вот прям щедро. И они просто, у них на звездах телефонов, может быть, даже фотографии. Вот это она сейчас объяснила про любовь. Вы, надеюсь, слышали онлайн? Он рассказывал, что здесь очень много и машины дарят людям, своим сотрудникам там, и вообще очень сильно дарят. Но, понимаете, любовь-то означает две крайности. Первая крайность – сильная щедрость. Вторая крайность – сильная строгость. Это любовь. Если тебе машину подарили, и все для тебя сделают, ты все равно говном. Ну, тогда повязают в унитаз. Просто, кстати, они очень... Они с ними работают 20-30 лет. Те, кого я даже знала, вы говорили бы о генералах. Они действительно работали вот столько лет. Да. Ну, то есть, понимаете, если начальник очень суровый, но при этом очень благородный, то люди их сильно уважают. То есть, не баловать человека, а любить, вот это важно очень. Искренне доверять ему, и искренне, как бы, искренне расставаться с теми, кто предал. Вот. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и всего лишь успели понять, чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Хорошая песня. Там есть такой буклет. Нас тогда без успешки встречали все цветы на дорогах земли. Вот вы цветы на дорогах земли. Это люди. Хорошие люди. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Вот это вот принципиально очень важная лидеропадение. Отдавайте свою жизнь подчиненным, если человек предал. Строго и сильно расставайтесь с ним. Не возвращайтесь в отношения. Это им будет хороший урок. Он пожалеет потом 10 раз. Ну, это его уже делают. А вы, как бы, если предал, то до свидания. Не навсегда. Ну, что ты не бог, как бы, ты с ним попрощался. Кто-то его прийдет. Не надо бояться, что он останется. Да? А если принял обратный человек, сказал, что он все осознал, что принял, а мне страшно, месяц-два работает, мы не договорились на испытательный срок, и через 8 месяцев человек опять уходит. Это вот я вам поэтому и говорю, что когда человек перешел в красную линию, и очень жестко, это безнадежный вариант. Даже если ты возьмешь его назад, надеяться, что он будет прямо исправиться, и все нормально, потому что люди меняются очень и очень медленно. И если, допустим, вернуть в семью человека, который осекся, это твой человек, он 10 раз будет осекаться, 10 раз извиняться, 10 раз прощает, и пытайся с ним строить отношения. Это твой муж, твоя жена там, твой ребенок. Но на работе другие отношения, это деловые отношения. Там не надо прощать, потому что от этого зависит, если ты риску подвергаешь много людей, предал, ошибся, нет проблем. Вот что может делать старший, и что может делать младший? Старший имеет право быть строгим, а младший имеет право ошибаться. Запомните. Если ты старший, ты не имеешь права ошибаться. Ты, если ошибся, должен раскаиваться. Перед младшим. Ты не имеешь права ошибаться. Младший имеет право ошибаться. Он ошибся, это его право. Ты имеешь право быть строгим с ним за ним. Если младший строго себя ведет со старшим, он не имеет на это права. С ним надо разбираться немедленно. Младший не имеет права быть строгим, он имеет право ошибаться. А старший имеет право быть строгим, но ошибаться не имеет права. Но если ты ошибаешься постоянно и младшие с тобой строки, это твои проблемы, твои проблемы. По отношениям в коллективе есть вопросы? Практически деятельность, она насыщена таким количеством задач, нереально все прописать, какие-то тезисы, пусть ты это разворачиваешь, но все равно иногда такие глупости делают, ну и кажется, ну что надо разжевать, уже переставшие девятки, когда в инструкции к микроволновке пишут, что нельзя помещать внутрь животных. Я вам расскажу, что делать. Есть должностные инструкции для разумных людей, есть для дураков, и вам надо тоже это на собрании сказать, вот я для разумных людей написал инструкции, дуракам закон не писан. Вот, допустим, ты написал для разумных людей, если человек, ну как бы не может, то ему лично придется записывать, и надо говорить людям, вот мы всем написали, но для вас лично вот еще такая инструкция. Нельзя срабатывать штаны на работе. Если даже сильно хочется. Твоя личная вот дополнительная, это так, дополнительная, так сказать, носка. Нельзя каркать на пол в офисе. Нельзя на работе засыпать. А не написано, что нельзя спать на работе. Хорошо, сейчас теперь допишем. А почему у вас не записано? Нельзя дописывать. А я не собраний сказал, что дуракам закон не писан. Теперь дописываем. Или уходи, или мы тебя дописываем. Твою инструкцию должна стоять. Ну, то есть, конечно, можно доказать человека тем, что просто его немножко попозорить и написать ему его личные инструкции. Просто понимаете, если вы не дописали правильные вещи, то люди могут начать против вас правильные вещи говорить и разрушать вашу репутацию. А если вы не дописали те очевидные вещи, которые и так понятны, тогда вы будете, если они будут возмущаться, рушать им репутацию. Просто надо понять, что люди, когда возмущаются должностными инструкциями, это война. И в этой войне это юридическая война. И в этой юридической войне вы должны быть сильнее. Потому что руководитель должен точно знать свои права и обязанности. И если он не знает, его могут и засудить подчиненные, и вымолить у него кучу денег. И знаете, сколько всего может быть. И надо, они могут на деньги так ставить, знаете, все умело так это делают, человек увольняется. А дайте три зарплаты там, понимаете. Поэтому надо тут тоже немножечко как бы быть опытным. Человек добился до того, чтобы его уволили вы сами. Раз вы увольняете, три зарплаты. По закону России. Три зарплаты это нормально, можно жить. Если зарплата высокая. Поэтому как бы он пытается сделать так, чтобы вы его уволили. А вы пытаетесь сделать, чтобы он сам ушел. Если война началась, воин, что делать? Устали? Чуть-чуть, но есть вопросы. Да. Мне кажется, у вас даже во сне есть вопросы. Продолжение темы. Так же как я во сне лекции читаю, так мне кажется, вы с кем вопрос узнаете. Там я ответ получаю. Да? Хорошо, ладно, спрашивайте. Мы говорили про отношения старших и младших, но есть еще разные. Поставщики, например. Ими же тоже какие-то отношения вы строите? Да. Ну можете чуть-чуть рассказать о вас? Я тут не знаю, какой вопрос сформулировать. Но там тоже есть, как у лидера какие-то отношения с теми, кто обеспечивает их предприятие. Вот если вы, допустим, со своими близкими, подчиненными строите как отец отношения, то отношения с поставщиками – это равные отношения. Вы должны понять, что эти равные отношения – это расстояние на хорошей дистанции. То есть поставщики есть, никогда не сближайтесь с людьми, которые параллельно с вами взаимодействуют. Это сближение всегда приводит к обману. Чертко прописывайте все правила, потому что когда сближение идет, они говорят, ты чем не доверяешь, дай мне товар как бы наперед. Я знаю, что тебе уже решили надуить. Может быть не сейчас, чуть попозже. И ты говоришь, что я как бы, хорошо, я согласен, что сначала стулья, а потом деньги. Но деньги вперед! Основное правило – не сближайтесь с поставщиками, с теми людьми, которые с вами взаимодействуют. Не стройте слишком, доверите отношения с ними, находитесь всегда чуть-чуть на расстоянии. Пускай они, как бы, не будут сильно нравиться, но зато это вас спасет от эксплуатации. Знаете, самое опасное – это когда поставщик начинает манипулировать вами. И говорит, ну что, вы меня не уважаете, не любите? Давайте, ну ладно, ну давайте, или вы поставщик, как бы, давайте товар в рассрочку, как бы. И потом просто не отдают деньги. Или давайте я услугу сделаю, как бы, вы мне предоплату сделаете, вы сделаете предоплату ему, а он нифига ничего не сделает. И говорит, я сделаю, но через пять месяцев. И все начинает вас тянут, манипулировать с вами, и все. А вы сами продались на это, это ваши проблемы. И партнеры в этом случае тоже равными являются? Равные именно расстояния. То есть дружить с ними не едят? Нет. Вы некоторые думаете, я погружусь сейчас, у меня все чики-пики будут. Нет, все наоборот. Эта дружба такая очень опасная, она приводит к эксплуатации и жесткой, и манипуляции. Если у вас совместный бизнес, тоже очень опасно близкие отношения строить, в которых один продавливает другого, и начинается постепенно эта манипуляция. Перекладывание ответственности. Лучшие деловые отношения означают деловые. Не надо в деловые отношения дружбу включать, любовь. Есть любовь отца, пожалуйста. Но когда начинается слишком сильно доверять, начинаешь партнеру, вот внешне, то есть ему все позволяешь, доверяешь, то дальше он начинает однозначно наглеть, эксплуатировать, прогибать. И все прочее. Потому что есть любовные отношения, а есть деловые. Деловкое отношение к любовь на втором месте стоит на первом делах. Вот как определить, что любовь стала на первом месте? Чувства изливающим, наверное. Нет, это да, это внешнее. А главный признак это то, что ты говоришь, я тебе верю. Не надо говорить, я тебе верю. Деловые отношения означают подпись, бумага и все четко. Да, я тебе верю, но вот подпиши, пожалуйста, бумагу, чтобы деньги взял. Я-то, конечно, верю, но бумагу подпиши. Меня требует просто коллектив. Все. Можно сослаться на кого-то, дядю Васю. Если он подписывать не хочет, говорит, я обижен, я не буду подписывать. Значит, он манипулирует и дадует. А если сейчас не дурит, то надурит обязательно больше. Спасибо вам большое всем. Я желаю вам всем мира, здоровья, успехов, счастья, любви. Всего самого светлого в вашей жизни.